ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Погоди, а что ты имеешь в виду? Ну, вот мы с тобой говорим про имена, да? И вечно это квест какой-то Надо долго разбирать имя по слогам Чтобы найти там какой-то древнегерманский или древнеримский корень И тогда можно узнать, что оно значит Ну нет, Вестушечка, далеко не всегда все так сложно и запутано Конечно, есть такие имена, как ты говоришь Есть даже имена, про которые люди точно до конца и не знают Откуда они взялись, что они значат? Вот именно Но есть и простые, которые слышишь и сразу знаешь, что оно значит Да не, не бывает Бывает, а как же имя Вера? Ой, точно, хотя кто знает, а вдруг оно претворяется И на самом деле какое-нибудь древнегреческое А мы только думаем, что все просто Ну, ты на самом деле не зря такая подозрительная На самом деле имя Вера из древней Греции Но при этом оно русское Что-то ты меня запутал окончательно Видишь ли, в Греции было имя Пистис, которое переводилось как Вера Но вместо того, чтобы заимствовать его из греческого языка У нас просто взяли слово Вера и сделали из него имя Ого, оно и заимствованное, и не заимствованное одновременно Получается, что так С говорящими именами такое бывает У нас еще есть надежда, любовь Ага, интересно, а эти имена во всех языках так переводили? Получается, они везде звучат по-разному? Угадала Только с одной оговоркой Европейские языки, в общем-то, довольно похожи Поэтому и имена получились похожими И как же зовут Веру, ну, например, в Англии? Фейт От английского слова Вера А в Италии? Феде А в Испании? Фе Ничего себе! Действительно разные, но похожи А имени Вера совсем-совсем нигде больше нету Отчего же? В славянских языках оно звучит одинаково А еще некоторые заимствуют из русского Так что... А еще некоторые заимствуют из русского Так что в той же Англии может быть и Фейт, и Вера Получается, они могут даже не знать, что у них одинаковые имена Как же все-таки интересно узнавать историю имен Что значат наши имена? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова